МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы Елена Шмелева и Александр Рохленко. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». В этот день, 12 апреля, в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых французский ботаник, директор Парижского ботанического сада Антуан Жусье и российский драматург Александр Островский. Российский исследователь Центральной Азии, путешественник Николай Пржевальский. И российский математик Егор Золотарев. Последний председатель Совета министров Российской империи Николай Голицын. И шотландский врач-кардиолог Джеймс Маккензи. Историк-академик Академии наук СССР Лев Черепнин. Советский актер Ефим Капелян. И советский поэт-песенник Леонид Дербенев. Сегодня 12 апреля вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Этот день в истории человечества был отмечен следующими событиями. В 467 году Прокопий Антемий стал императором Западной Римской империи. А в 1204 Константинополь, осажденный крестоносцами, покинул византийский император Алексий. В 1857 году Гюстав Флабер опубликовал роман «Мадам Бавари». А в 1903 в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания. В 1917 году женщины канадской провинции Антарио получили право голоса. А в 1919 в Москве на станции «Сортировочная» прошел первый коммунистический субботник. В 1927 году войска Чан Кайши провели в Шанхай карательную экспедицию против коммунистов. А в 1961 был осуществлен первый в мире полет человека в космос. Им стал Юрий Гагарин. Сегодня 12 апреля. В эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 12 апреля 1487 года московское войско выступило в поход на Казань. Казанское ханство выделилось в 1438 году из состава Золотой Орды на территории бывшей Волжско-Камской Булгарии. От Вятки до Волги, от Аки до Камы и Устья Белой. Обосновавшись прочно в Казани, первый казанский хан Улу-Мухаммед, побывавший ранее ханом Золотой Орды, решил прежде всего восстановить татарское господство над Москвой и заставить великих князей московских, как и прежде, выплачивать дань. Но не Золотой Ордей, а ему, хану Казанскому. С этой целью он предпринял ряд военных походов против русского государства. В период правления Василия Темного перевес в силах был однозначно на стороне Казани, а сам московский великий князь побывал в пленниках у хана Улу-Мухаммеда после военного поражения под Суздалем в июле 1445 года. В результате удачных татарских походов на Москву московское государство должно было платить дань казанскому ханству. В начале правления Ивана Третьего возникло некоторое равенство сил. В 1469 году русские впервые осадили Казань, однако не особенно удачно. Поход, начавшийся 12 апреля 1487 года, был более удачным. Выйдя из Владимира в середине апреля, русское войско в мае подошло к Казани и приступило к осаде города. Татары пытались оказать сопротивление и снять осаду путем частых вылазок из города и нападения с тыла на русское войско. Но русским удалось уничтожить татарскую кавалерию и затем окружить столицу непрерывным кольцом. Несмотря на упорную защиту города, после 50-дневной осады Казань сдалась. Летописцы сообщили, лето 6995 года, июля, в 9-й день, воеводы же великого князя Данил Холмский и прочие воеводы же болгарский град Казань взяша и царя казанского олигама Паямаша и с царицей и матерью его, и братью его, и сестры его, и Зымаша. И всех их привели к великому князю на Москву. Город первый раз по-настоящему был в руках русских войск. В результате этого похода хан Али с женами был отправлен в ссылку, в Вологду. Его мать, сестры и братья были сосланы в Белозерье. На престол хана Казанского был возведен Мухаммед Эмин, окруженный русскими советниками. Казанское правительство официально признало равенство сторон Московского государства и Казанского ханства. В переписке царь и хан стали именовать друг друга братьями. Иван III принял титул князя Булгарского, имея в виду ту древнюю территорию Волжско-Камской Булгарии, которую позднее заняло Казанское ханство. Этим был создан юридический прецедент, обосновавший древнее право Москвы на территорию Казанского ханства, чем позднее воспользовался Иван IV, Грозный, аргументируя свои притязания на Казанский престол. 12 апреля 1839 года в Смоленской губернии родился Николай Пржевальский, будущий географ и следователь Центральной Азии, генерал-майор. Его отец умер рано, мальчик рос под наблюдением матери в имении Отрадное. В 1855 году Пржевальский окончил Смоленскую гимназию и поступил вольно определяющимся на военную службу. После пяти лет службы Пржевальский поступил в Академию генерального штаба. Помимо основных предметов он изучал труды ученых-географов. Там же он подготовил курсовую работу «Военно-статистическое обозрение Преамурского края», на основе которой в 1864 году его избрали в действительные члены географического общества. В 1870 году Русское географическое общество организовало экспедицию в Центральную Азию. Начальником ее был назначен Пржевальский. По пустыням и горам Монголия и Китая Пржевальский прошел около 12 тысяч километров. Научные результаты этой экспедиции поразили современников. Пржевальский дал подробные описания пустынь Гоби, Ордоса и Алашани в высокогорных районах Северного Тибета. Впервые нанес на карту Центральной Азии более 20 хребтов, 7 крупных и ряд мелких озер. Он собрал коллекции растений, насекомых, присмыкающихся, рыб, млекопитающих. При этом были открыты новые виды, получившие его имя. Это ящерка Пржевальского, расщепохвост Пржевальского и рододендрон Пржевальского. Двухтомный труд «Монголия и страна тангутов» принес автору мировую известность. Он был переведен на ряд европейских языков. Русское географическое общество присудило ему большую золотую медаль и высочайшие награды. Чин подполковника по жизненную пенсию в 600 рублей ежегодно. Он получил золотую медаль Парижского географического общества. Его имя отныне ставили рядом с Семеновым-Тяньшанским, Крузенштерном и Беллинсгаузеном. В феврале 1877 года Пржевальский достиг огромного тростникового болота озера Лабнор. На берегах таинственного Лабнора в стране Лоб Пржевальский был вторым. После Марко Полу, итальянского путешественника, жившего в XIII веке. Во время путешествия 1876-77 годов Пржевальский прошел по Центральной Азии немногим более 4000 километров. Ему помешали война в Западном Китае и обострение отношений между Китаем и Россией и его болезнь. И все-таки это путешествие ознаменовалось двумя крупнейшими географическими открытиями. Низовьев Тарима с группой озер и хребта Алтентак. Отдохнув, Пржевальский в марте 1879 года начал путешествие, названное им Первым Тибетским. Во время этого путешествия он прошел около 8000 километров и произвел съемку более 4000 километров пути через районы Центральной Азии. Итогом трех его экспедиций были принципиально новые карты Центральной Азии. В ноябре 1883 года началось очередное, уже четвертое путешествие Пржевальского. За два года был пройден огромный путь, почти 8000 километров, почти совсем без дорог. На северной границе Тибета открыта целая горная страна с величественными хребтами. О них в Европе ничего не было известно. Исследованы истоки Хуанхэ. В коллекции появились новые виды птиц, млекопитающих и присмыкающихся, а также рыб. В Гербарии новые виды растений. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других, не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова